Всем привет! У нас продолжение разговора про Assembler RISC-V и про архитектуру системы RISC-V. Нас все меньше, как я каждый раз говорю, у нас теперь еще меньше. Весна наконец-то настала. Но я надеюсь, что мы не закончимся до конца. Это, кстати, 22-го года, нам нужно 24-го. Вот она. И сегодня у нас разговор про такую стандартную штуку для... Видимо, эту купепасту можно уже удалять. Про такую стандартную для современной техники штуку, как прерывание. Мы тут с нашим постоянным участником, сокращенцем, довольно много спорили, я потратил на это все утро, относительно того, что прерывание по таймеру, о котором мы говорили на позапрошлой лекции, в действительности мало чем отличаются от прерываний по-нетаймеру. Прерывание – это некий сигнал, который приносит нам в систему некое сведение о том, что наступило событие. Этот сигнал синхронный, он происходит тогда, когда он происходит, а не тогда, когда мы ожидаем его. Он используется для того, чтобы не пытаться в цикле проверять наступление этого события, как мы это делали, поиспользовали Поллинга в прошлой лекции. Обрабатывается он специальным обработчиком, который вызывается отдельно. И мы с вами говорили, кажется, если не говорили, давайте еще раз это проговорим, что такие обработчики в больших архитектурах обычно планируются так. У вас произошло некоторое прерывание, пока работала программа, скажем, на уровне пользователя. Обработчик перерывания находится уровнем выше. Например, на уровне супервизора или даже, возможно, на уровне машины, то есть на самом низком уровне. Ниже, не выше, ниже, я все время их путаю. Он находится уровнем ниже вас, на уровне машины. Так просто удобнее работать, но в системах с плоской памятью или в микроконтроллерах, где с этим, в общем, тяжело, иногда на это просто забивают, все делают на одном уровне, скажем, на машинном. Или, скажем, у нас в RARSE вообще никакого другого уровня нет, там только один уровень обработки, поэтому обработчик перерывания находится на том же уровне, на котором все произошло. Кстати, хочу сказать, что вот этот текст, который соответствует развернутому плану лекции, писал не я, а мой коллега Михаил Рудаченко по моей просьбе, поэтому тут немножко другой способ изложения. Если вдруг вы от этого будете чувствовать дискомфорт, чувствуйте, это нормально. Ну вот, значит, да. Так вот, что такое вообще обработка прерываний? Это, как мы уже говорили, когда говорили про прерывание по таймеру, не свойство, обеспечивающее алгоритмическую полноту, потому что это точно для нее не нужно. Скорее, такой отклик на какие-то запросы к функциям нашего вычлительного устройства в реальной жизни. В реальной жизни или вычлительному устройству надо очень часто общаться с внешними устройствами какими-то, но при этом делать это так, чтобы продолжать еще работать, потому что внешние устройства медленные. А, я забыл, сейчас посмотрим, что со звуком на трансляции. Давайте посмотрим. Значит, давайте я тогда еще раз быстренько повторю, чтобы не перезаписывать этот кусочек. Значит, прерывания по таймеру и прерывания по всяким другим устройствам гораздо... Они очень похожи, прерывания по таймеру мы уже смотрели, потому что их природа примерно одинаковая. У нас есть некое внешнее устройство, которое умеет с помощью каких-то аппаратных соглашений посылать сигнал процессору о том, что наступило это событие. И это устройство, и этот сигнал происходит тогда, когда они происходят, то бишь асинхронно. Нужны для того, чтобы, как мы это делали в прошлый раз, не пытаться в активном цикле в процессоре это самое, дожидаться наступления этого события, появления каких-то битиков в каких-то регистрах управления. И обрабатывается обработчиком, который также у нас умеет обрабатывать исключения. И вот это все. Я еще сказал, что этот текст развернутого плана, который здесь мы перед вами видим, написал не я, а мой коллега Михаил Рудаченко, поэтому там может быть немножко другой способ изложения, но это уже так терпите. Теперь, что касаемо обработчика прерываний. Надо понять в этом обработчике, что за прерывание произошло, что вообще случилось. И это значит, что, во-первых, должна быть какая-то аппаратная составляющая, которая каким-то образом сообщает, от какого устройства, по какой причине пришло прерывание. То есть где-то в каком-то регистре какие-то провода должны, вот какая-то разумная схемотехника должна выставлять разные значения для прерывания от разных устройств и по разным поводам. Во-вторых, прерывания надо обрабатывать очень быстро, потому что они могут приходить часто. И мы, как с вами говорили уже, когда говорили про прерывания по таймеру, если их происходит много, то когда мы выйдем из обработчика, мы войдем в него обратно, потому что к этому моменту накопится еще прерывание, они опять выставятся в регистре статуса, и мы можем просто застрять навсегда, зависнуть в ядре навсегда, зависнуть в обработчике навсегда. Более того, где-то раньше нам уже встречался принцип, что при обработке прерывания сам обработчик должен выполняться быстро, асинхронно, а логика обработки этого прерывания может быть вынесена обратно в юзерспейс. Пускай, значит, там мы байтик получили, куда-то его быстренько записали, а что это за байтик, в составе какой строки этот байтик, куда его потом девать, пускай об этом думает польская программа. Прерывания может случиться одновременно несколько, и мы должны знать, что они случились все, соответственно, у нас в реализации будет такой вектор, ну не вектор, а регистр, в котором будут битики, относительно того, какие прерывания случились, какие нет. Еще прерывания хотелось бы запрещать. То есть в некоторых ситуациях мы не хотим, чтобы они вообще происходили, вот эти прерывания. Даже таким образом, что пока мы работаем в обработчике, прерывания не разрешены, выходим из обработчика, они снова разрешены, вот мы хотим иногда маскировать их настолько, чтобы мы вообще не реагировали на что-то творящееся с внешним устройством. Допустим, у нас есть какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь входной порт, который, в общем-то, ничего, никаких данных не принимает, но тем не менее фонит и время от времени дергает, пытается дернуть какое-то прерывание, которое означает, что на него пришел мусор. Вот мы хотим этот мусор обрабатывать, и хотим, наоборот, сделать так, чтобы совсем ничего не было, вот никаких прерываний подробного рода не было, они будут маскированы. Еще часто бывает, что в особенно не очень простых устройствах некоторые прерывания разрешены во время прерываний, потому что они там обрабатываются на другом уровне, они ничему не помешают, соответственно, на это время, значит, некоторые прерывания разрешены, некоторые нет, ну и так далее, и так далее. И последняя проблема, которая возникает, это приоритизация, потому что если возникло несколько прерываний, мы должны понять, в каком порядке они обрабатываются, и этот порядок, вообще-то говоря, ну, наверное, должен быть фиксированный. Все это как бы описывает прерывания любые, в том числе прерывания от таймеров, про которые мы говорили в прошлый раз, но так устроено в этом самом РИСК-Файве, что прерывания от таймеров всегда выделяются в отдельный, в отдельный, в отдельный класс прерываний, и всегда при описании контроллеров прерываний, как вот этого простого, продвинутого простого, так и более существенно продвинутого контроллера прерываний, который называется КЛИК, КЛИК, вот так, вот этот существенно более продвинутый, КОРИЛОКОЛОНТРАВКОНТРОЛЛЕР, Вот. Их описание всегда путешествует втроем, значит, прерывания бывают с точки зрения риск-файва таймерные, софтварные, таймерные и аппаратные. Вот. Ну вот. Ну, где там. Сейчас. Где-то было прямо, а не прямо через запятую. Вот. Вот. В другом месте. В софтвере таймеры дэкстернал интерапт. Вот. Примерно так. Вот. Значит, тут сокращение замечает, что на самом деле большинство внешних устройств, похожих на таймеры, не являются, собственно, таймерами как таковыми, а являются обычными внешними устройствами и генерируют экстернал интерапты. Ну, я вполне могу с ним согласиться. Он в этом понимает больше, чем я. Вот их три. Значит, если прерывание от таймера – это прерывание специфического вида, который мы сами настраиваем путем настройки таймера, когда оно произойдет, то классическое внешнее экстернал интерапт, внешнее прерывание – это вообще непонятно, что такое. Да, это просто какое-то событие, по происшествии которого надо что-то делать, и что это что-то, совершенно неизвестно. Ну, скорее всего, какие-то данные куда-то прибыли, или какие-то данные можно куда-то отсылать. Да, обычно прерывание делают для этого. Что же касается понятия software interrupts, которые тоже существуют, software interrupts, вот это. Software interrupts. Это ситуация, когда вы сами, руками, выставляете специальный бит прерывания, причем в RISC-5 это отдельный бит в регистре каком-то там, сейчас мы узнаем в каком. Вот. И по факту выставления этого бита у вас возникает прерывание, вы вываливаетесь в обработчик. Это очень напоминает exception. Вот. Только exception – это все-таки исключительная ситуация относительно того, что вы что-то такое выполнили неожиданное. А software interrupt – это прямой вызов прерывания прямо по выставлению бита. Выставили бит, бац, свалились в обработчик. Вот. Они выделены в отдельный класс, потому что, понятное дело, они совсем для другого нужны. Опять-таки мы очень много спорили с сокращенцем. Он говорит, что в реальной жизни люди выставляют прямо бит аппаратного прерывания для того, чтобы вывалиться в обработчик аппаратного прерывания, и так вот работают. Но мне кажется, это нарушение семантики. Одно дело устройство выставило бит, совершенно другое дело программисты выставило бит. Поэтому вот у нас их три разных. Мы до этого дойдем, где они там три разных. Вот. Значит, наверное, имеет смысл ввести немножко терминологии, которые мы пользоваться не будем. У меня была ровно такая ситуация сегодня днем на лекции по питону. Я ввел терминологию, которой не пользовался. Но чтобы было понятно, в чем различие, как работают мозги разработчиков Рискфаева, когда они планируют вот эти свои спецификации. Есть понятие платформа. Платформа – это такой, условно, компьютер. Хотя это не обязательно должен быть компьютер, может быть много компьютеров, может быть какой-нибудь эмулятор, неважно что. В этой платформе там есть куча всего. Там есть какие-то ядра, то есть процессоры. Они могут быть Рискфаевевские, они могут быть не Рискфаевевские. Там могут быть какие-то специальные дополнительные, то, что называется в спецификации акселераторс, то есть штуки, которые ускоряют работу некоторых инструкций. Например, дымоконтроллеры и всякие вот такие вещи, которые берут на себя функции процессора по передаче данных с памяти в память. Или какой-нибудь специальный сопроцессор с аппаратным шифрованием. Только не сопроцессор, потому что сопроцессор – это отдельная тема, это прям целый. А просто какое-то дополнение, которое занимается выполнением каких-то альфметических, скажем, операций. В понятие платформы также входит память, устройство ввода-вывода и всякую элементу управления этими устройствами ввода-вывода, то, что у них написано «interconnect structure». То есть когда у нас есть устройство ввода-вывода, надо с помощью какого-то контроллера с ним разговаривать. С какого там, ну не знаю, там, то, что называется в x86 всякими мостами. Вот это все. Вот это вот всю ерунду. Все это вместе называется платформы. Понятие «ядро» – это такой аппаратный термин, который для нас привычный. Это что-то вроде одного процессора, ядро. То есть у него есть устройство выборки инструкций. Одно. Это определение, собственно, понятия «ядро». Ядро – это такая штука, которая вынимает из памяти инструкцию, дальше ее выполняет. Там могут быть какие-то сопроцессоры всякие, типа математического. То есть инструкции к сопроцессору лежат прямо в том же потоке вычислений, но выполняются не ядром, а дополнительным процессором математическим. Возможно, таких сопроцессоров больше одного. Но в принципе ядро – это такой аппаратный термин. Но, значит, разработчики Рискфайва не пользуются термином «ядро», а пользуются термином «hard» – «hardware thread». Почему они не пользуются термином «ядро»? Потому что термином «ядро» в разных случаях означает, в общем, немножко разные. Вот у нас есть, например, Tertullo Intel, в которой есть гипертрейдинг, и там два разных типа ядра. А еще есть и настоящие ядра. И мы знаем, что если включить гипертрейдинг, то на процессоре внезапно станет в два раза больше ядер, хотя там не будет в два раза больше ядер, в два раза быстрее работать он не станет. Но вот в два раза больше устройств для выполнения потока вычислений в случае гипертрейдинга будет. Поэтому в спецификации Рискфайва про ядра вообще ничего не говорится, как правило, а говорится про Hardware Threads, сокращенно харты, которые, собственно, и есть набор ресурсов, то есть таких ресурсов, регистров, каких-то устройств, которые что-то делают. Ну, короче говоря, та необходимая обвязка, которая вычисляет, выполняет программу Рискфайва. Ближе всего это как раз к понятию гипертрейдинга интеловского, потому что один Hard может быть, несколько Hard может работать в рамках одного ядра, просто несколько потоков выполнения и переключаться между ними. Если у нас, допустим, частота процессора, не знаю, гигагерц, есть четыре аппаратных треда, то каждый такой аппаратный тред в среднем будет работать в четыре раза медленнее, потому что по каким-то признакам между ними и этими тредами аппаратами будет переключаться процесс. Но внутри каждого харта будет полный набор всех ресурсов, регистров, ЦСРы, ЦСРы для каждого хата отдельные, с помощью которых управляется поток вычислений. В результате мы получаем некоторую такую сущность, абстрактную слегка, под названием Hard, про который мы точно знаем, что он совместим со спецификацией Рискфайв, и внутри себя выполняет инструкции Рискфайв, по всем правилам, которые в спецификации определены. Но при этом понятие Hard достаточно высокоуровневое, окружением, внутри которого он выполняется, может быть что угодно. Например, окружением может быть просто уровень выше. Допустим, мы работаем на юзер-левелл и поднимаемся на кернил-левелл. И с точки зрения нас, как юзер-левелл, кернил-левелл – это наше окружение, про которое мы ничего не знаем, а оно, в свою очередь, тоже является Hard, потому что оно выполняет инструкции Рискфайв и соответствует спецификации. А над ним есть еще одно окружение, гипервизор, которое, правда, сейчас почти практически не разработано. Над ним есть, собственно, аппаратное, самый низкий уровень аппаратного выполнения, уже под которым ничего нет. И это тоже Hard. Но в действительности вполне себе Hard является, например, кишки нашего раса, потому что они там соответствуют даже каким-то тестам, хотя и не до конца Рискфайвовским. Но окружением для этого Харта является комплекс классов на Java. Возможны всякие промежуточные варианты, какие-нибудь полные эмуляторы, какие-нибудь QEM и так далее. Значит, вот то, что работает внутри одного окружения и соответствует Рискфайву, называется Hard. И, в частности, у каждого Hard есть свой собственный набор ЦСР, регистров управления. То есть вот тот спек, о котором мы говорили, он применяется именно к понятию Hard 2 и 3. Вот. Дальше немножко еще литературы. Но сразу скажу, что если вот слово, когда мы говорим про ядро, мы себе более-менее хорошо представляем, что это такое. Вот у нас есть там этот самый процессор, он реализует там одно ядро или четыре ядра, значит, четыре каких-то устройств. То в случае Харта это как раз некое искусственное понятие. С другой стороны, может быть, если планировать наши процессоры именно как набор Хартов, то вопрос о многоядерности даже не встанет. Вот. Мы, кстати, об этом будем говорить в финальной нашей лекции, про то, какие проблемы возникают в аппаратной архитектуре в случае многоядерности. Их очень много. Ну вот, значит, что еще нужно знать на эту тему, чтобы просто вот как бы чуть-чуть поговорить. А если бы я читал большой курс, то здесь, конечно, следовало бы поговорить больше. Вот. Значит, ну, во-первых, унификация. Мы это уже говорили. Во-вторых, уровни привилегий. Мы это про это тоже уже говорили. Машин, гипервизор, супервизор, юзер. Он же кернил супервизор, он и кернил. Вот. Регистры контроля и статуса. Для каждого уровня свои. Мы об этом говорили, видимо, в прошлый раз. То есть M-статус, там, U-статус, S-статус, понятно, да? Потому что хард включает в себя полный набор соответствующих ему ЦСРов, да? Это очень удобно, как раз при обработке прерываний с эскаляцией, дискаляцией уровня, когда мы вываливаемся из прерывания в, скажем, юзер-левел куда-нибудь повыше, скажем, в машин-левел. И этот машин-левел у него свои ЦСРы, свое окружение, он там обрабатывает это прерывание, а потом возвращается в юзер-левел, ничего делать не надо. Ну, в RARSE, конечно, надо. Вот. Ну, вот, значит, вот эти два, две вещи, которые я вам показывал, вот это, вот это более простая, еще есть более сложная, это как раз проекты таких контроллеров, прерываний. Вот. Это платформ-левел-интерап контроллер, то есть как должна спецификация того, как должны работать и должны быть устроены прерывания с точки зрения платформы, с точки зрения всей машины целиком. А это вот, например, у нас кори-левел-интерап контроллер, как должны работать прерывания с точки зрения одного ядра, точнее, харта. А это локал-интерап контроллер, не значит такое клик чтобы дальше туда не погружаться потому что мы все это все это посмотреть все равно не сможем давайте лучше вернемся к конкретному описанию того как это работает варс значит мы уже с вами говорили что что уровни вот эти машин супервизор юзер и возможно гипервизор обладают способен с правами изменять эти самые изменять и ходить к каким-то устроен каким-то регистром управления в картах более высокого уровня смысле туда да значит машин может что-то делать с регистрами уровня юзера узел только со своим вот так внешний таймерные программные мы уже разоговорили что это такое вот мы собственно сегодня будем заниматься как с внешними программный почти не будем значит опять же как это все устроено в спецификации которую мы не увидим в россии все прерывания по умолчанию ловится самым самым нижним уровнем уровнем машин понятное дело потому что произошло прерывание для начала но есть некий протокол по которому мы можем делегировать обработку прерываний прям вот специально в установим специальный регистр делегирования на какой уровень выполнения этот обработчик сваливается если он не хотим обрабатывать на машину ну например там на уровень супервизора до ядро будет обрабатывать эти прерывания вовсе не машины вот и главный механизм я уже про него упоминал давайте еще раз скажу вертикальная обработка такого рода событий в частности прерываний когда прерывание находится на уровне скажем юзер и она немедленно эскалируется обработчиков эскалируется на уровне ну скажем супервизор он там обрабатывается сваливается обратно номерную но верни за но уровень юзер продолжает работать вот даже если в больших таких классических рисфайф и архитектурах реком нужна горизонтальная обработка то есть обработка прерывания на том же ли на том же уровне на котором это прерывание произошло ну скажем на юзер или скажем на супервизор леви вот рекомендуется свалиться на уровень выше смысле ниже там сказать делегируйся и продолжить выполнение то есть один раз все равно сходить на уровень выше просто чтобы подтвердить что это прерывание произошло вот естественно на маленьких контроллерах и рарсах и всех остальных про все это забывают просто потому что это много лишней работа которой никому не нужна если мы не делаем операционную систему с кольцами защиты со всеми стальными пирогами вот теперь значит относительно того как устроены отложенные прерывания то есть ситуация когда у нас произошло прерывание сразу несколько вас во первых в случае риск файва по умолчанию нету способа определить что произошло сразу много разных прерываний одного и того же уровня у нас есть только тип прерывания внешние таймерные или программы там дальше есть еще биты которые отвечают на каком уровне она в данный момент обрабатывается но это все описано в спеке в раз этого не вот да спасибо вот вот тут сокращение все таки советует не говорить уровень ниже и уровень выше говорить просто о больших и меньших привилегиях да спасибо это правильная идея максимальное количество привилегий это машинный уровень и минимальное количество привилегий это пользоваться конечно я так всех запутать вот в других случаях мы наверное можем как-то определить что одновременно произошло сразу несколько внешних прерываний потому что там в нужных местах выставились битики но сам факт появление внешнего прерывания это ровно один битик да это стошности лично в регистре что-то такое айпи до интерап пендинг в нашем случае в рарсе юзер айпи потому что мы типа работаем на юзер леви в случае машины будем им айпи в случае супервизор сайпи вот чуть делать если мы пытаемся обработать все прерывания в одном и том же обработчике то мы можем ошибиться потому что нет способа как я уже говорил такого вот лискв вместе за его не предусмотрено способа узнать что у нас пришло сразу много внешних прерываний у нас пришло одно внешние прерывания мы это одно внешние прерывания смотрим чё произошло потом мы выходим выходим с помощью там уред из обрабатчиков прерываний нам неверно приходит следующий прервание на том же уровне если она бы вот они там сидят и где-то значит контролируем прерыв a не в очереди стоят вот это сделано по разным причинам но в частности потому что если мы попытаемся обрабатывать все прерывания то что делать ситуации когда они пришли во время обработки если мы считаем что наш обработчик за один раз их все обрабатываем другое дело что если прерывание приходит очень много а наш обработчик обрабатывает по одной штуке-то может быть сложиться такая ситуация когда мы вообще вечно в нем сидим мы обработали одно прерывание вылезли вышли из него пришло следующее и так до скончании века поэтому пункт 1 в обработчику перерывание надо проводить как можно меньше времени. Не дай бог, ваш обработчик будет работать дольше, ваш код будет сидеть в обработчике дольше, чем интервал между прерываниями. Тогда все, он оттуда не вылезет никогда. Сокращение пишет, если прерываний настолько много, это косяк программистов, тут физику не обманишь. Об этом и речь. Ваша программа должна как можно меньше сидеть в обработчике, если она там зависла надолго, сами себе злобные буратини. Какое-то время в базовую спецификацию RISC-5 был включен контроллер прерываний, вот тот самый плик, платформ-левер-интерапт контроллер. Но он оказался настолько непростым устройством по сравнению, ну в смысле сложным по своей логике, что его вынесли в отдельную спецификацию, про которую мы даже говорить сейчас не будем, времени у нас на это нет. Можно только упомянуть, что есть такая штука под названием портал прерывания, интерапт-гейт-у-вей. Вот. Вот. И это такие железяки, которые преобразуют аппаратно случившееся событие, которое может быть выражено в чем угодно, в каких-то данных на проводах, в какой-то, значит, последовательности этих битов. Короче говоря, они, эти самые порталы, они смотрят в железяки. Их задача порталов преобразовать что-то, случившееся с железянками, к стандартному протоколу Common Interrupt Request Format. И отослать вот этому самому контроллеру этот самый Interrupt Request Format. Контроллер, это все еще не процесс. Будет разбираться с этими прерываниями, с приоритетом. Тут есть, вон, видите, какая-то даже схема по тому, как они, значит, друг с другом обмениваются этими Interrupt Request'ами. Вот, значит, у вас железяка что-то, как-то маякнула, что произошло, должно произойти прерывание. Портал послал контроллеру реквест. Контроллер. Что такое таргет? А, таргет, собственно, хард, который выполняет этот код. Таргет, значит, что-то обрабатывает это прерывание. Дальше он говорит, а, он начал обрабатывать прерывание, говорит, я его буду обрабатывать. Контроллер говорит, да-да-да, ты обрабатывай. Claim, Claim, Response. Дальше обработчик прерывания все это делает. Дальше он говорит, все, у меня заработало. Это он говорит, gateway, смотри, вот ты железяка, у меня закончено. Гает, говорит, о, у меня, значит, это самое, ваш обработчик обработал, давай следующее прерывание, контроллер, делай. Ну и так далее по кругу. Вот. В общем, сложная, сложная штука, люди над этим думали, значит, я туда даже, вот, видите, да, залезать не хочу. Вот. Но идея именно в этом. Идея именно в этом. Теперь, значит, про повторный вход в ловушку, ситуация, когда происходит прерывание во время прерывания. Вот. вот, в принципе, как я уже говорил, можно просто эскалировать именно уровень обработки. Вы обрабатывали что-то на уровне супервизоров, пришло еще одно более прерывание, которое кругуфизмусу надо обработать, вы просто эскалироваете на уровне машин, и там обрабатывается на более приоритетном. Вот. А потом оно доделает, вернется в ту, в уровень супервизор, доделает тот обработчик, который выполнялся на уровне супервизор, вывалится обратно вниз на уровень юзер, например. Вполне. Но, опять-таки, если системы одноуровнены, или они там формально двухуровневые, как контроллеры, в которых есть юзер левер, только никто его не использует. Вот. То часто бывает так, что во время обработки прерываний все остальные надо просто запрещать. Ой, а что вы писали про нормальную систему? Я просто не помню. Ладно, я посмотрю. Тут сокращенец меня укоряет, что в этом месте с его точки зрения какая-то несообразность. Надо будет посмотреть. Хотя это вроде было его собственное замечание, я его просто скопипастил. Вот. Короче, идея стоит в том, что если нам все-таки нужно в системе предусмотреть обработку сразу нескольких прерываний, то нам придется сначала их запрещать на время обработчика, а потом обратно разрешать. Вот. Потому что, ну, например, такая ситуация, что есть какой, ну, контроллер, он же за чем-то следит, например, за давлением котла. Да? Уж чего-чего, а датчик давления котла игнорировать нельзя. Вот. В этом случае, видимо, приходится изобретать и дополнительные железяки, которые, например, могут хранить не один набор регистров, которые достаточны для обработки прерываний, а, скажем, три. Да? Отдельно для прерывания по таймеру, отдельно для прерывания от приоритетных устройств и там еще какой-нибудь запасной. Ну, неважно. Вот. Ну, что касается алгоритма обработки, то он у нас вполне обычный. Сначала мы настраиваем соответствующий вектор, ут-век. В случае RARSA никакого вектора прерывания нет, есть только один обработчик. В случае других может быть целый вектор прерываний, мы о этом уже говорили. Значит, включаем обработку нужных нам прерываний. Помните, мы таймер включали 0x10, здесь, может, 0x100. Вот. И в регистре статус поднимаем битик. Если событие прерываний происходит, как обычно, поток преуполняется, мы переходим в EPC, получается, в регистр EPC сохраняется счетчик команд, в регистр COUS заносится причина прерывания, которая может быть очень разная в зависимости от вашей архитектуры. Вот. В интераппендинг выставляется соответствующий бит ожидания, что у нас это прерывание еще не обработано, если их несколько, там несколько таких битов. И управление передается на этот самый ут-век. Дальше мы обрабатываем, дальше выставляем в состоянии ЦССР, возвращаемся. Вот такие дела. Вот. Давайте все-таки уже займемся RARSE, потому что, мне кажется, болтология, болтология, это в данном случае уже всем надоело. Да, значит, что мы хотим в RARSE? Ну, давайте посмотрим. Регистру статус. Регистру статус. Регистру статус. У него есть поле user.up.e, previous interrupt enable. Это означает, что мы сейчас находимся в обработчике. Если это поле выставлено в единичку, значит, мы обрабатываем сейчас ловушку, какое-то прерывание или исключение, неважно, да, мы внутренне для обработчика RAL ловушки, да, на автомате при этом, значит, все не суперприоритетные прерывания, а у нас в RARSE их просто нету суперприоритетных, они запрещаются. Вот. У IEM мы с этим битиком в регистре статус уже работали, он вообще разрешает обработку исключительных ситуаций ловушек, а если в нем нолик, то он их запрещает. Вот. В регистре причины прерывания мы помним, что в случае эксепшена там лежат, значит, тип эксепшена, коих там 8 штук. Вот. А где лежит тип прерывания, я не понимаю. Это явно не здесь. Ладно, мы это увидим. Это в устатусе, я думаю. Нет. Что-то я туплю. Ладно, мы еще увидим, где это. Вот эти три типа прерывания. Мы не помним, куда мы их выставляли. УИЕ, терапия не был. Это в регистре УИЕ. Не в регистре статус. Вот это поле регистры УИЕ. Вот. Значит, ну и все. Значит, что еще можно сказать? Что, как обычно, при работе прерывания надо сохранять все регистры, включая регистры типа Т. Можно пользоваться стэком, если вы точно знаете, что вы его не испортите, разумеется. Или предусмотреть отдельный стэк и пользоваться им. Просто переключаться, значит, перегружать регистр РСП на другой стэк, пользоваться отдельным стэком, потом перегружать его обратно. Вот. Нужно различать исключения и прерывания, потому что мы помним, что если ничего другого не произошло, вот по этому поводу мы тоже очень долго спорили с сокращенцем, только непонятно почему. Если ничего другого не произошло, то из обработки исключения надо возвращаться на следующую инструкцию. А вот из обработки прерывания на ту же самую, которая была прервана. Вот. В этом у нас было, кстати, домашнее задание. Как раз вот на прошлую лекцию, вот. Так что, я думаю, вы это и так знаете. Вот. В РСП никакого повторного входа в обработчик просто не существует, вот. И поэтому нужно либо их все обрабатывать, либо все игнорировать эти прерывания, если их несколько штук отложилось в УИП. Вот. И, если хотите, можете очистить регистр причины, вот. Потому что он, ну, как бы засвечивает, что произошло, да, с точки зрения, поскольку мы не меняем уровни выполнения в РСП, то в регистре УКОС может отложиться причина предыдущего, предыдущей исключительной ситуации, или там, предыдущей ловушки. А может быть, мы не хотим, чтобы это было, вот. Поэтому можно очистить. А можно и не очищать. Вот. Значит, надо сказать, что в современных процессорах вот это расширение N, которое трактует о юзер-левел прерываниях, оно вообще удалено. Вот. Видите, его нету больше. Там решили поднять обработчик прерывания над пользовательским уровнем. И фактически то, с чем мы работаем в РАРСе, это такой помесь. Юзер-левел и машин-левел. Ватс. Ну, тут уж ничего не сделаешь. Вот такой нам достался эмулятор, остальные эмуляторы слаженные. Давайте мы, что ли, уже наконец что-нибудь запрограммируем. В конце концов, надоело. Значит, есть такая штука, которая достаточно неплохо работает. О! Неплохо работает с РАРСом. Это называется Keyboard and Display Memory Mapping Palpa Simulator. Но он не только, не только Memory Mapping Simulator, а еще и умеет вызывать прерывания. Это очень удобно. Вот. Значит, давайте мы сразу... Сколько там у нас уже примеров накопилось? 37, значит 38. Вот. Давайте мы просто скопипастим этот кусочек кода. Он маленький, но маленький. Вот. И посмотрим, что он делает. Значит... Во-первых... Во-первых, есть такой Mio от этого устройства клавиатуры, который... Где оно там? Да. Вот. Есть такое Mio от устройства клавиатуры. Мio от устройства клавиатуры. И, конечно, тут в Help написано. Оно, значит, по адресу, почему-то самому первому адресу всего Mio, который есть. Ну, потому что люди просто не стали думать, в какое место их мапить. Вот. Если туда записать двоечку, вот по этому адресу, в случае, если у вас... Значит... Да что ж такое? В случае, если у вас подключено... А, их тут две. Все, я два открыл. Эти окна, эти окна как модальные устроены в RARSE, они очень неудобно им управлять. Ну вот. Значит, если у вас эта штука подключена к вашему компьютеру, к вашей программе, то как только вы выставите, значит, двоечку вот в этот мид, кажется, нажатие кнопки, давайте посмотрим, будет вызывать попрерывание. Вот. Дальше мы делаем обработчик, дальше мы включаем внешние прерывания, чтобы, значит, они стали обрабатываться. Дальше мы разрешаем вообще обработку ловушек всех. И вот с этого момента клавиатура начинает... Каждый раз, как бы, мы сюда что-то вбиваем, вот сюда вот, она начинает приносить по прерыванию в... Опа, а это что? Ну вот. Ща, извините. Ну-ка. Ну вот. Значит, давайте посмотрим, как еще написать обработчик, который хоть что-то должен делать. Мы же набрали кнопочку на экране. Нажали, значит... Не, не получилось. А, потому что там не 10, а 9 было. Да. Сейчас, секунду. Вот, наверное, поэтому у меня не получилось. Ну вот. Давайте уже напишем обработчик, чтобы можно было ходить на клавиатуру. Я надеюсь, теперь все покажется. Да, вот она, консоль. Супер, мы ее так и видим. Вот, значит... Хандлер, да? Значит, вот здесь вот надо еще сам обработчик описать. Сам обработчик. Так, а давайте мы тоже скопипастим из лекции, потому что так будет просто быстрее. Вот. Описание... Описание этого устройства чуть более подробное. Первый бит означает... Не нулевой. Первый бит означает, что... Установка первого бита означает, что... Это самое... Устройство будет готово выдавать нам прерывания. Вот. Значит... При этом по адресу 4F304 будет приезжать байт, который мы нажали вот здесь. Вот. А если мы хотим выводить, соответственно, мы должны... Вот сюда вот в 4F404 писать, соответственно, об этих, которые мы хотим выводить. При этом наше устройство, может быть, не готово еще выводить. И надо проверять, нет ли в управляющем регистре нулевого бита... Если он... Нулевой бит равен нулю, значит, наше медленное устройство еще предыдущий байт не вывело. Если мы начнем его поливать с немыслимой скоростью, этими байтами, оно просто не будет работать. Оно будет выводить далеко не каждый. Вот. Давайте сначала напишем... Зря я написал вот эту штуку. Давайте сначала напишем простую программку, которая... Которая опрашивает полингом это дело. Да? Значит, давайте сделаем еще 39 ваттс. И для начала просто простым полингом потыкаем в это устройство. А потом уже начнем работать с его прерываниями. Потому что с полингом все просто. Мы что делаем? Мы проверяем бит готовности. Что нам кто-то что-то нажал. Только это не ворд, а байт. Это один байт. Ну, скажем, ты 0. 0xFFFF000. Проверяем его, что на нем есть битик. Что на нем есть битик единичка. Кажется так. Давайте проверим в шпаргалке. Если ничего нету, наступает та самая неприятная ситуация активного ожидания. То бишь полинга. В этом месте мы могли бы что-то поделать, а потом снова проверить. Но мы ничего не поделали. Мы просто... Просто возвращаемся сюда. Вот здесь он будет висеть в вечном цикле. Но если мы что-то нажмем, то вот в битике 1, в нулевом битике приедет единичка, то бишь готовность, тогда мы можем смело читать... Значит, смело читать оттуда. Вот отсюда. Нажатый нам... Вот отсюда. Нажатую нами клавишу бит соответствующий нет. Вот отсюда. Да? Вот. Ну и давайте его выведем. Выведем вот сюда, вот на экран. Не на консоль, а вот в то место, куда у нас стандартный вот вывод. Это было слово луп, если что. Давайте мы переделаем на луп, а то он и выглядит страшно. Вот. Давайте мы даже вот так сделаем. О! Или даже еще короче. О! Вот. Значит, вот наше устройство. Тут, значит, сокращенец ругается на магические числа. Напоминаю, что слово «магические числа» означает, когда мы в коде используем вместо именованного числа какую-то магическую последовательность. По-хорошему надо писать не так, а вот так. Смотрите. Вот так вот. Это что у нас будет? Это у нас будет клавиатурный управляющий регистр. Ну, вот так вот, для красоты, да? А вот это у нас будет клавиатурный регистр данных. Мне кажется, так будет более прогрессивно. Спасибо сокращенцу. Ну вот. Значит, да, вот наше устройство. Оно присоединено уже к компьютеру нашему. Вот наш эмулятор. Сейчас мы его запустим. Он будет... Видите, что он делает? Он болтается в этом вечном цикле, потому что мы ничего не нажали. Полит. Давайте мы... Раз уж он полит, давайте мы на что-нибудь нажмем. Оп. И вот он его вывел, это D. Оп. И вот он его вывел. Вот я нажал много. Но он вывел только одну, потому что обработчик прерывания у нас работает с такой скоростью, что все остальное только F. Сейчас W видит. Ну и так далее. Можно закрыть дата-сегмент. А, можно закрыть дата-сегмент, чтобы влезал больше четырех строк кода. Вот так можно сделать. Чтобы было видно, как он обрабатывает прерывания. Двадцать. Только он не обрабатывает прерывания, что я несу. Он просто увидел, что приехал бит готовности, прочитал, видя, что приехал бит готовности, прочитал соответствующий байт из Mio с байтиком, ну и проехал. Ну вот так работает полинг. Давайте лучше переделаем это на прерывание. Стой, стой, стой. Все. Давайте переделать это на прерывание. Вот. Мы уже видели эту проблему переполнения. Я не знаю, нужно ли тут писать еще один пример. А, этот пример пишет, это пример, который с помощью полинга пишет из клавиатуры в окошко терминала. И там тоже должна быть готовность. То есть получается такая ситуация, что даже если мы на полной скорости все это безобразие запустим, само внешнее устройство будет настолько медленным, что оно не будет успевать все, что мы набираем, немедленно выводить. И там, и там будет время, когда оно будет висеть вот в этом полинге, висеть вот в этом полинге до тех пор, пока что-нибудь не появится. Дальше, значит, оно запишет этот байт, а дальше оно будет висеть в полинге, нет, наоборот, будет висеть в этом полинге пока чего, пока не настанет пора выводить, пока готовность вывода не включится. У нас устройство не готово еще выводить. Вот при попытке вывести байт, оно будет болтаться в этом полинге. Ждать, пока устройство будет готово вывести байт. Потом оно выведет этот байт, потом оно будет болтаться в полинге, пока мы ничего-то не введем. А когда введем, если будем очень быстро выводить, оно опять получится вверх. Ну, в общем, давайте мы это все-таки скопипастим. Это интересная тема. Вот. 40. Вот. Значит, вот эта штука будет работать следующим образом. Она будет пытаться переписать то, что мы набираем на клавиатуре, верхнюю часть вывести на консоль, но будет это делать достаточно медленно, чтобы мы видели, как, значит... Давайте ее запустим. Ой. Вот. Видите, что она делает? Она видит, что полинга нету, что нам нечего еще пока вводить. Вот. Можно сделать вот так вот. Во. Я ввел, теперь он вывозит. Вот он его вывел. Я ввел, вот он его вывел. Не успел. А, о, успел. И так далее. Если мы при этом, как я уже говорил, выставим максимальную скорость, то выяснится, что далеко не всякое, далеко не всякое, что мы вывозим вот здесь, успевает вывезти вот сюда, потому что он какое-то время будет проводить в цикле полинга, пытаясь вывести этот байтик. В это время мы можем что хотим набирать, ничего не произойдет. Ну вот примерно так это выглядит. Я успел обогнать? Интересный вопрос, успел ли я обогнать. Кажется, не успел. Машина слишком быстрая. Ну вот. Значит, а в случае, когда, понятно, когда обработка эта медленная, мы еще как не успеваем. Но в принципе тут можно же, тут можно же устроить всякое безобразие. В этой штуке можно установить, я только не помню как. Вот. Ну ладно. Давайте уже переходить к прерываниям. У нашей темы было прерывание, а я тут разболтался. Значит, как работает прерывание? Ну вот давайте опять же скопипастим просто код и почитаем его. Значит, или сначала почитаем. Ну что делаем? Разрешаем прерывание от клавиатуры, определяем вектор прерываний, определяем, записываем хандлер вектор прерываний, включаем, разрешаем внешнее прерывание, дергаем, включаем обработку любых ловушек, а в этот момент у нас начинается обработчик прерывания. Дальше мы запускаем вечный цикл, который ничего не делает. Только в случае, если у нас внезапно, непонятно откуда, в А0 оказывается символ эскейп, он приходит вот сюда, на конец. Иначе он этот символ выводит, причем выводит в обычном ЕКОЛОМ, вот, в А0 записывает ноль, и снова вешний цикл, который будет, вот это одна строка, вечный цикл, пока внезапно в А0 не окажется ни ноль. Как там окажется ни ноль? Да очень просто. У нас есть очень грязный хандлер, прям очень грязный, который ничего не делает, только запихивает в А0 символ, который появился почему? Потому что этот хандлер дернулся по внешнему прерыванию от нажатия клавиш. Сам факт того, что мы нажали клавишу, привел к наличию прерывания и к появлению вот в этом в этом регистре МИО к появлению там нашей клавиши. Давайте вот это все скопипастим, вот, благо это не очень много. Вот. Понятное дело, что так хандлер не пишется, это профанация, так не надо делать. Вот. Но что делать? Зато это очень короткая штука. 41. Так. Та же самая история. Вот у нас этот хандлер простейший. Ну, короче, вот. так, мы это убираем, чтобы был виден код. Ну что, поехали. Поехали. Вот это она не остановилась, она висит в вечном цикле. Как только я нажму сейчас клавишу, произойдет обработчик прерываний. Вот он. И в А0 запишется, в А0 запишется некоторый некоторый символ, в данном случае Д. Вот он этот Д, давайте мы его поклирим. Вот. И он опять завис в вишем цикле. Я нажимаю на О, он упадет сейчас вниз, вот сюда, в обработчик прерывания. 8 я нажал. Вот. Видя, что в А0 у нас 8, вот этот 8 приехал. Вот это примерно так происходит. Причем, обратите внимание, опять-таки, время обработки. Я могу нажать сколько угодно клавиш, но поскольку мы очень медленно это пишем, происходит вот так. Вот. Если, ежели же это запустить на максимальной скорости, то он будет, я так подозреваю, каждую строчку, которую я ввожу, каждую букву, которую я ввожу, вообще-то выводить. Ну, неудивительно. Хотя, если буду набирать очень быстро, хотя, ну, нет, быстродействия достаточно. Вот такие дела. Здесь уже происходит обработчик прерывания, как мы видели, то есть мы реально делаем что-то, в данном случае ничего, а в случае, когда произошел ввод клавиатуры, мы, значит, этот ввод, вот. Вот. Значит, вот это уже чуть больший код, который я бы не хотел при вас писать вообще, поэтому мы тоже скопипайсим, но давайте его опять-таки почитаем, что он должен делать. здесь мы пользуемся такой штукой, ну, вот здесь у нас был очень грязный обработчик, а здесь мы хотим написать более чистый обработчик, который реально проверяет прерывания, вот, что-то там сохраняет, смотрит, какое прерывание произошло, если это было исключение, вообще занимается возвратом из исключений в другом месте, зачем я этот код сюда принес, не знаю, но это решение домашнего задания, если что, вот, к прошлой лекции, значит, на всякий случай пишет точечку на экран, знак того, что он обработал это прерывание, вот, а вот введенный байт, он записывает в определенную ячейку из обработчика в определенную ячейку, который в отличие от регистра, как бы, ну, регистры нельзя записывать, регистры мы должны в хандлере все сохранять и потом возвращать на место, а тут мы просто договорились, что где-то вот по адресу ГП будет лежать место, куда мы вводим, вот он туда записывает, записывает введенный нами байтик, вот, а, значит, политская программа будет смотреть на этот байтик, если он не нулевой, опять-таки, а, если он не escape, если escape, она будет приходить на выход, если он нулевой, она будет снова что-то делать, вот, единственное, чем этот код похож на предыдущий, никакой полезной нагрузки, мы ничего другого не делаем в этой программе, только в пустом цикле сидим вот здесь, мы могли бы что-то делать, ну, не знаю, давайте сейчас мы модифицируем, пускай он там что-нибудь складывает в это время, давайте, во-первых, проверим, что это работает, во-вторых, чуть-чуть модифицируем эту программу, чтобы было видно, что оно чем-то занимается, а не просто сидит в пустом цикле, вот, функции sleep, где она метод функции sleep, где функция sleep, вот функция sleep, пустой цикл, да, тормоз на тысячу оборотов, так, а, нет, здесь интереснее, сейчас мы это все увидим, она же будет выводить только после того, как вылезет из функции sleep, это хорошо, сейчас мы это увидим, так, ну, давай, 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 крутись, так, медленно, о, спасибо, так, значит, еще раз, у нас user space написан следующим образом, мы вызываем функцию sleep, и в ней болтаемся, пока мы в ней болтаемся, мы ничего не выводим, за это время может случиться более одного прерывания, каждый из таких прерываний нарисует точечку, и запишет введенный нами символ в память по адресу gp, пока мы болтаемся в sleep, и мы ничего не делаем, потом мы из sleep вылезаем, смотрим, что у нас лежит в gp, и выводим его, если за это время мы нажали много клавиш, ничего не поделаешь, надо было целый буфер выводить, а не только одну, один байтик, вот, давайте мы это сохраним, это будет у нас 42, 2, и запустим, только вот тут надо reset, сейчас мы здесь, все это, чтобы было видно, так делать нельзя, вот так можно делать, вот, ну что, поехали, давайте мы для начала сделаем его медленным, вот он залез в функцию sleep, видите, он залез в функцию sleep, сейчас мы нажмем что-то на клавиатуре, обработчик прерывания запихал по адресу gp, соответствующий байтик, но никто ничего не вывел, потому что мы все еще не вылезли из функции sleep, там очень много, она длинная, мы, наверное, не дождемся, там тысяча, давайте сделаем покороче, давайте она будет только 10, 10 тактов писать, я думаю, так будет, мы как раз успеем, вот она делает 10 оборотов функции sleep, и возвращается, вот она сидит в функции sleep, бумс проверила нет ли ввода, бумс проверила нет ли ввода, но ввода не было, потому что мы ничего еще не ввели, вот, вот, а теперь давайте вводить, о, обработчик прерывания записал в gp, вот она вывела точку, что был обработчик прерывания, и код нашего символа, который мы ввели, обработчик прерывания сейчас выведет точку, и код нашего символа, который мы ввели, давайте мы нажмем вот так вот, много прерывания обработаем, Видите, это все обработанные прерывания, но ни одного вывода еще не произошло. Почему? Потому что мы болтаемся в несчастной функции slip, вызываем прерывание. О, сейчас еще точек будет рисовать нам. Где она там, эта точка? А вот они, точки. О, наконец-то вывел. Ну, вот такие дела. То есть, как вы видите, обработчики прерывания вполне себя синхронные. Если мы сейчас включим не медленную скорость, а быструю, то все будет довольно прилично. Давайте только тогда slip вернем на место, чтобы он был длинный. Но, поскольку у нас теперь это рассинхронизованные операции, мы вот так сделаем. Видите, иногда успевает обрабатываться по нескольку прерываний. Видите, два прерывания обработалось. Три прерывания обработалось. Пока мы висели в этом slip. Такие дела. Давайте мы еще сделаем, сделаем еще дольше. Вот. О, видите, я успеваю нажать столько клавиш, что прерывания обрабатывается несколько, а выводится только последний. Осталось только сделать еще один шаг, но этот шаг мы сделать сегодня не успеем. Я подумываю о том, чтобы сделать отдельную оффлайн-лекцию на эту тему. Как организовать такой ввод в реал-лайфе, чтобы символы не пропадали? Эта штука называется кольцевой буфер, об этом есть текст где-то в недрах Unix. Может быть, я сделаю отдельный кусочек. Когда у вас, условно говоря, есть такой кусочек памяти, вы вводите и вписываете буковки подряд. Отсюда, где вы выводите, вы их удаляете подряд. И он так путешествует, значит, память всегда ограничена. Если вы умудрились ввести больше символов, чем в вашем буфере, то они сбрасываются. Но поскольку вот это все-таки довольно медленная операция, то можно как-то надеяться, что вот этот буфер, когда он будет передвигаться по памяти, вот он, этот ввод вам подподдержит. Давайте лучше попробуем обратную ситуацию. Наша консолька умеет работать еще и выдавать прерывание готовности вывода. Консолька довольно медленная. Вот тут вот я забыл, как сделать так, чтобы она показала мне этот слайдер дурацкий. Забыл. Может быть, можно ее просто запустить один раз. Это какая-то бага в этом самом, которую никто никак не поправит. Кейборд здесь в симулятор. Вот. Вот. А, я понял, не надо ее складывать, иначе она не сложится. Смотрите. Консолька устройства довольно медленная, и в подражании RealLife мы можем даже указать, как именно оно медленное. Например, каждая операция вывода и ввода, ну, вывода главное, сопровождается задержкой на пять инструкций. То есть у нас произойдет вывод на консоль только спустя пять инструкций, после того, как мы захотели это сделать. Все это время в соответствующем регистре статуса будет содержаться ноль, неготовность нашей инструкции к выводу, трансмиттера нашего, нашей консоли к выводу. Когда появится готовность, мы можем, например, сказать, делай мне прерывание по готовности к выводу, мы туда будем выводить дальше. Вот. Ну, в принципе, вы можете этот движок подвигать, вы можете выбрать другую схему распределения этих задержек, например, случайная, нормально распределенная, или случайная, равномерно распределенная задержка. Вот. А что такое dead? А, dead — это вообще включение задержки, display after delay. Вот. Если ее выключить, она будет выводить немедленно, но это неинтересно. Сейчас она выводит задержку в пять инструкций. Нам кажется, этого достаточно. Давайте мы попробуем скопипать сюда программу, которая, напоминаю, пользуется прерыванием от консоли относительно того, что она готова выводить, и тогда выводит. Вот. А сама консоль выводит не сразу, вернее, готова выводить не сразу, а только через пять инструкций после того, как она вывела в прошлый раз. Значит, как устроен здешний обработчик? Здешний обработчик, он довольно большой. Вот. Но в основном в нем написаны всякие вопросы, что за тепловушки у нас, что за прерывания. Вот. Если мы видим, что это прерывание, то мы считаем, что это... Почему здесь оно написано «программное прерывание» я не знаю. Это неправильно. Прям совсем неправильно. Вот. Мы считаем не глядя, что оно не программное, а что оно внешнее. А, нет, стоп. Это сложный пример. Погодите. Смотрите-ка. Это более сложный пример. Тут я решил, видимо, не писать простой пример с готовностью вывода. Более сложный пример, в котором у нас будет два вида прерываний. Внешний и программный. Я забыл прочесть этот текст. Значит, про готовность вывода я уже все сказал. Мы хотим вывести байт, но устройство не готовое. Байт надо куда-то положить, а потом обработчик его вывезет. Или мы хотим вывести байт, и устройство готовое, и тогда его можно сразу записывать в нашу консоль. Ввод на всякий случай будем использовать с помощью полинга, чтобы нам еще одно прерывание не обрабатывать, хотя обычно делается именно так. Но главная фишка будет стоять в другом. Мы включим также обработку программных прерываний, и будем работать так. Будем полить ввод. До тех пор, пока что-то не произойдет. Как только мы увидели, что бит готовности на ввод равен единице, наш полинг дал результаты, мы немедленно считываем байт. Вот. Если это escape, мы сразу выходим. И записываем его в специальный буфер. Все это происходит в юзерспейсе ни в каком-нибудь обработчике. После чего мы дергаем программные прерывания со словами «дорогая операционная система» или «дорогой кто-то». Вот тебе программные прерывания, запиши из буфера в консоль. И крутим дальше. Но проблема стоит в том, что программное прерывание в запиши из буфера в консоль может случиться в такой момент, когда устройство выводить не готово. Поэтому алгоритм нашего этого самого обработчика достаточно простой, чтобы недолго сидеть в обработчике, но все-таки не нулевой. Если мы наткнулись на внешнее прерывание, конечно, в этом обработчике мы сразу делаем предположение, что это не просто внешнее прерывание от нашей консоли, что наша консоль готова выводить данные. На самом деле нам надо еще выяснить, что это за внешнее прерывание было. Но считаем, что консоль готова выводить. Что мы делаем, если консоль готова выводить? Берем байтик... Чего? Тут почему-то ворд, а не байт. Ну ладно, мне кажется, и так, и так работать будет. Короче, на самом деле мы берем байтик из этого стедаута, из того самого буфера, в который мы записали. Если там был ноль, значит ничего выводить было не надо. Если там был не ноль, записываем этот байтик на самом деле в нашу консоль, обнуляем буфер и возвращаемся с нашего прерывания. В результате получится ситуация такая, что мы с помощью полинга, возможно, довольно быстро, записываем данные в этот самый буфер стедаут. Стедаут он называется. С точки зрения нашей программы мы вообще никаким выводом не занимаемся, только вводом. А выводом у нас занимается наш обработчик в каких случаях? Когда он к этому готов. Если он к этому не готов, то мы стыдаут не трогаем, если он к этому готов, мы его выводим. Вот. Такая вот штука. Понятное дело, что реальный обработчик будет сложнее, но вот моя идея стоит в том, чтобы разлепить ситуацию, когда мы хотим выводить всему, и когда он на самом деле выводится. Вот здесь мы хотим выводить, мы вызвали софт прерывания, давай выводи стедаута. А вот здесь мы выводим. Если при этом устройство было не готово, то мы не выводим, а просто ждем, когда случится хардварь прерывания, готовность вывода. Такая вот история. Ну что ж, давайте попробуем это все с этим всем взлететь, потому что времени уже много. Ну что так медленно? А, я знаю, что медленно. Я не знаю, почему медленно. Вот. Так, сохранить, и это будет 43. Вот. Значит, ну что, пробуем. Давайте еще поставим медленное выполнение. так, что мы делаем? Мы полим наш ввод. Вот мы сидим в полинге ввода. Вот мы... Я не подсоединил его, что ли? Да, не подсоединил. Что при этом произошло? При этом произошло буквально следующее. Мы в полинге узнали, что появился байтик, записали его в стедаут и дернули софтуарь прерывания, которое должно было, значит, нам вывести это на экран. Это в софтуаре прерывания спросило, готов ли к выводу наш экранчик, подождало 5 секунд, 5 инструкций и после этого вывело. Можно, кстати, попробовать это наблюдать более подробно. Сейчас давайте мы приостановим это. Вот. Напоминаю, что тайм-аут по выводу в консоли измеряется в количестве выполняемых инструкций, поэтому мы все увидим. Вот мы заполили что-то, дернули софтуарное прерывание, вот он хандлер, он прерывание какое было... Вот мы собираемся выводить, говорит он. Это было совместно на прерывание. Штука на... Устройство готово к выводу, поэтому мы выводим. И вот через 5 инструкций буква G появилась. Вот начиная с того момента, где у нас в хандлере было вот этот storyboard, через 5 инструкций после этого эта буква появилась на экране. Все это время соответствующий регистр в MIMEO был равен нулю битик, потому что оно больше вводить не может. Соответственно, если мы запустим эту штуку в быстром темпе, то мы можем, наверное, можем, наверное, даже... Сейчас попробуем побороться с ней. Увидеть, как она не успевает выводить. Вот. не обогнали, не обогнали. не обогнали. Опять не обогнали. О, начинаю обгонять. Вот. То есть, что при этом происходит? Мы не успеваем. у нас в течение 40 тысяч инструкций устройство не готово к выводу. видите? Пока оно не готово к выводу, я могу вводить все что угодно. Оно будет перезагружать вот этот буфер под названием из ТДИН из одного байта. И вот то, что вы видите, это вывод на экран со скоростью один символ в 40 тысяч инструкций. Вот такие дела. Ну вот. Значит, в этом месте, конечно, полагался разговор про кольцевой буфер, который как раз решает эту проблему. У вас за это время, пока вы вводите, накапливается этот буфер и потихонечку выводится с нужной задержкой на медленное устройство внешне. Но, понятное дело, что у нас на это времени нету. Можете посмотреть, пока я не сделал эту страничку, про кольцевой буфер, как он устроен. В общем. Соответственно, для того, чтобы понять, от какого устройства пришло это внешнее прерывание, используется все тот же регистр UDVAL, который в случае эксепшена, в случае исключения используется для хранения дополнительных значений. Вот клавиатура откладывают там 0x40, необходимость вывести на экран откладывают там 0x80, то есть готовность вывода, ну и так далее. Разные устройства делают разные. Кстати, этот самый Digital Lab тоже умеет генерировать прерывания. Я хотел сначала на нем проводить пример, но мне казалось, что мы не успеем все сразу. последний код, который я хочу показать, это код, который обрабатывает одновременно происходящее прерывание. То есть мы что будем делать? Мы будем дергать программные прерывания все время. Сокращение этот подзунок дат, про которые вы говорите, он все равно складывается, его лучше не трогать лишний раз. Вы же видели, как он себя ведет. Вот. Значит, в конце концов мы его уже делали. Да. Ну вот, значит, да, так вот, значит, что в этой программе будет сделано? Давайте я чуть поменьше сделаю. Вот, в этой программе будет, во-первых, генериться софтварные прерывания, программные. Просто записываем единичку в регистр УИП, что приводит к вываливанию в обработчик. И довольно часто это будет делаться. Вот. В случае, если у нас какая-то информация лежит в ГП, отложенные прерывания, мы будем выводить двоеточие, вот, и чего, и у статус, который мы записываем в это ГП. Дальше мы будем задирать это ГП и возвращаться сюда. Снова генерировать программные прерывания, смотреть, не были ли каких-то еще прерываний одновременно возникнут с нашим программным, потому что мы это программное прерывание очень быстро генерим. Вот. А проводчик выглядит довольно просто. Он будет проверен, он будет проверен, что вообще отложенные прерывания были. Если были, мы записываем просто этот самый УИП по адресу ГП и причину прерываний по адресу ГП плюс 4. Если не было, ничего не делаем. Получается, что у нас есть в нашем выводе несколько вариантов. Значит, вариант, что у нас сработало прерывание от клавиатуры и одновременно не успело обработаться программное прерывание, и тогда у нас будет и 1, и 8. Вариант, что у нас обрабатывается программное прерывание, а отложенное клавиатурное у нас будет 100 и 8. Вот это отложенное прерывание ИП, интерат пензинг, а вот это остальное обрабатывается. И, наконец, ситуация, при которой у нас мы так сделали, что мы адово набираем на клавиатуре, и у нас обрабатывается клавиатурное прерывание и отложенное тоже клавиатурное будет выглядеть вот так. Ну вот, то есть мы будем одновременно обрабатывать прерывания и видеть, что еще некоторые из них не обработали и лежат в регистре УИП. Давайте попробуем это сделать и на этом закончим. Код скопипастим. Это будет у нас 44 пример. Давайте, что ли, вызовем какую-нибудь вот такую штуку и посмотрим, как это работает. Нам вывод при этом не нужен. Вот. Вывод нам при этом не нужен. Вот он пошел генерировать и обрабатывать, видите, генерировать и обрабатывать софтварные прерывания. Куда он при этом пишет? Вот сюда он при этом пишет. Ничего он при этом не пишет. Вот я начинаю набирать что-то на клавиатуре. А куда он пишет-то, елки-палки? Я не вижу, что он что-то писал. О! Наконец случилась ситуация, когда у него было какое-то отложенное прерывание? Отложено было софтварное прерывание, а обрабатывалось клавиатурное. О! А вот ситуация, когда отложено было клавиатурное прерывание с внешнего устройства, а обрабатывалось софтварное. А, нет, и обрабатывалось тоже клавиатурное. Вот. А если на быстром устройстве, то, скорее всего, будет наоборот. В смысле, на быстром запуске. Да. Вот ситуация, когда отложено внешнее клавиатурное прерывание, потому что мы все тратим время на обработку, на работу с отварного. Но иногда бывает и наоборот. Мы обрабатываем клавиатурное прерывание, а отложено у нас софтварное. Вот. Примерно так это устроено. Это уже близко похоже к тому, как это устроено в реальной жизни. Но, конечно же, в реальной жизни этих прерываний бездна. Они там друг с другом как-то инферферируют и так далее. Вот. Вот тут вот еще, конечно, сокращенец хочет, чтобы я рассказал, что бывает, что делать, когда прерываний очень много, и они в регистр не помещаются. Но на самом деле мы уже знаем, что при этом делать. Ват. Мы либо должны сделать такой вектор прерываний, и на каждой сделать свой обработчик, либо хранить, собственно, а что за прерывания в отдельном регистре у вас. Либо есть еще сложная ситуация, когда у нас нужно много разных прерываний, каждый из них отдельным битиком, но я про это ничего не знаю. Давайте лучше мы закончим. И у нас будет домашнее задание. Это домашнее задание, оно не может быть проверено уже на яджадже. Хотя я, наверное, попрошу вас его на яджадже загрузить. Я вот это еще модифицирую. Базируется оно на следующем. У консоли RARS есть задокументированное свойство. Если вы выводите на нее символ с кодом 7, потом выводите на нее... Нет, если вы на нее не вводите ни один байт, а целое слово, и в этом слове в младшем байте стоит символ с кодом 7, а в старшем байте стоит особым образом запихнутые туда координаты x и y, ну, с 19 по 8 бит x, y, а с 31 по 20 x, то курсор на этом экранчике перемещается в соответствующую точку. Это задокументировано, прямо написано, чувак так сделал вот... То есть если вы выводите некую определенную последовательность, то... Где она тут? Ваш курсор перемещается куда-то вот сюда. Или сюда. Тем самым вы можете использовать вот этот экран, как некоторую динамическую консоль, на которой какой-нибудь курсор бегает. Соответственно, домашнее задание будет состоять из некоторых частей. Часть первая. Просто написать программу, которая случайным образом буквами заполняет этот экран. Вот. Как звездное небо. Есть 42-й екол, который возвращает вам случайное число. Вот. И прямо по полингу, значит, вы говорите, можно писать, пишется. Значит, упражнение номер два состоит в том, чтобы программа выводила на консоль этот символ звездочка. Это символ звездочка куда-нибудь двигался, скажем, от левого к правому краю. Что такое двигался? Это значит, рисуется следующая звездочка на следующем месте, а предыдущая затирается пробелом. Вот. Движение должно происходить по таймеровому перерыванию. У вас таймер-тул должен выдергивать, ну, да чтобы довольно медленный, да, прям пять раз в секунду звездочка двигается. То есть у вас таймер, вот там, довольно приличный интервал. Вот. И, собственно, задача состоит в том, чтобы у вас человечек был такой, он стоял по центру консоли, а дальше вы управляли им следующим образом. Нажимаете восьмерку, он идет вверх. Нажимаете там пятерку, он останавливается. Называете двоечку, идет вниз. Вот. Таймер медленный. Значит. Вот. Как вы будете рисовать этого человечка? Ну, в моем случае, в простом он будет моргать, вы будете затирать его, а потом рисовать заново. Тогда он будет делать вот так. Вот. Но, в общем, вот до этого надо дойти. Понятное дело, что рисование и затирание человечка это просто такая процедура, вот, которая рисует квадрат из, значит, трех, из девяти пробелов, а потом рисует квадрат, заполненный человечком. Да? Прервание по таймеру. Полинг по клавишам управления с консоли. Полинг. Таймер не нужен. Вот. Все. Такая вот история. Вот это домашнее задание. Я, скорее всего, переоформлю в формат, чтобы можно было все эти три задания по отдельности сдать в виджетш, просто чтобы они там были. Там никаких проверок не будет. Тест будет состояться в том, чтобы эти задания существовали. Вот. Все. Я все сказал. Жалко, что нас стало меньше. Вот. Люди задавали вопросы раньше, которые приходили. Я без вопросов жить тяжело, особенно потому, что тут сокращенец он знает гораздо больше на эту тему, и он там всякое советует рассказать, а я уже и это не успеваю. Ну, все. Значит, тогда, видимо, если вопросов нету, то на сегодня все. В следующий раз давайте посмотрим, что будет. Мы уже приближаемся к некоторому финалу нашему, но нам нужно поговорить про две важные вещи, связанные с современными архитектурами ОМ, которые так или иначе можно продемонстрировать. Да, сокращенцы не пускают в аудиторию. К сожалению, у нас тут тяжело очень с пропусками. Продемонстрировать на эмуляторе. В следующий раз мы будем говорить про кэш и предсказания перехода, которые можно посмотреть и даже некоторую статистику навести на нашем эмуляторе. А еще через один раз мы будем смотреть про конвейер. Конвейер будет продемонстрирован на других эмуляторах, какой я еще пока не придумал, но есть эмуляторы, которые прямо очень красиво эмулируют конвейер. Рискфайва показывают состояние, вот это все, то, что называется пайплайм. Значит, хочу заметить, что у нас одна из лекций будет в субботу. Которая суббота? Ой, да. Я, кажется, закрыл. Которая будет понедельником, да, да, да. Вот. Интересно, у меня не умерло вещание мое. Я случайно закрыл. О, она в эфире. Очень хорошо. Спасибо. Ну вот, значит, давайте посмотрим, какая из субботов является понедельником. Следующая лекция 23-го, а следующая 27-го. И это как раз две лекции, завершающие основной цикл. Дальше последняя лекция будет чисто обзорная на тему, на тему, значит, чего мы не смогли рассмотреть в нашем курсе. Такие дела. Вот. В общем, вот. Значит, домашки какая-то, возможно, будет, а возможно, уже не будет. Людям, которым нужно получать зачеты на 4-6 курсе, уже придет время получать их зачеты. Ну, в общем, вот. Все тогда. Всем, кто дожил до весны и при этом не покинул нас, большое спасибо. В следующий раз, значит, будем говорить про интересные штуки, как, значит, предсказание перехода и каширование. Продолжение следует...